Веду немного в курс вообще этого интервью. В чем как бы прикол, это в том, что вопросы я задаю как бы тебе не о тебе, а тебе о других. Поехали тогда. Первый вопрос насчет Никиты. Как ты считаешь, Никите больше нравится ночь или день? Я думаю, что Никита хочет писать крутую музыку. Крутую музыку. И он хочет выступать с крутым шоу. С крутым шоу. И лучше всего это делать вечером и ночью, когда гаснут огни города, но огни и сцены зажигаются. И там он может проявить себя. Это его территория. Какая у Дани любимая группа? И считаешь ли ты, что ему нравится группа Квис Пистолс? Мне кажется, ему группа Квис Пистолс нравится отчасти как опыт какой-то, который он может приобрести. То есть в принципе группа Квис Пистолс его не впирает? Ну по большому счету я даже не могу ответить на этот вопрос. Потому что видение внутри коллектива немного искажается в зависимости от времени и продукта, который мы выносим на куплю. То есть тебе было важно сейчас сказать хоть что-нибудь, да? Как ты думаешь, если бы у Антона был выбор, он бы предпочел выступать сам или в группе? Конечно же сам. А почему? Потому что Антон полностью самодостаточная личность. Но в группе он может давать еще больше. Он становится господином, богом всех малолитражных машин. Да. Он чувствует себя владыкой их сердец и эмоций. И он чувствует, что он может руководить эмоциями людьми. Людей. И это говорит о том, что ночью он попадает в очень необычную иллюзию того, что он может управлять миром. Угу, понятно. Как ты думаешь, Антону нравятся его татуировки? Апись он. Мне кажется, это было, как он выражается, сделано под влиянием какого-то времени. Это время прошло, мне кажется, он ощущает себя уже по-другому, поэтому он может уже и не нравиться все-таки. Блин, интересно, потому что тогда как бы смысл этого вообще, в принципе, отпадает. Слушай, я, короче, была на последнем концерте в Soho Rooms. И, по крайней мере, двое из вас постоянно воспроизводили разнообразные удивительные движения, которые были немного даже похожи, в особенности в случае Никиты, на такие каэтальные фрикции. Конечно же, само по себе всплывает огромное море вопросов. И вопрос следующий про Даню. Как тебе кажется, ему нравится секс? Как-то раз он делился со мной по этому поводу. И он говорил, что да, секс – это такая вещь, от которой не хочется отказываться, ну, потому что он хочет стать монахом по жизни, и поэтому он думает о том, чтобы отказаться от секса. Он говорит, он так меня держит, мне так хочется иногда взять и заняться сексом. Вот, но потом как-то раз он сказал, что самое длинное его воздержание от любого поводного акта – это было 8 месяцев. Надеюсь, Даня тебя не убьет после этого откровения. Как ты думаешь, почему Никита не ездит на автомобиле? Потому что он маленького роста. А Никита очень просто, он очень, ну, как бы, большая личность. Ага. Поэтому он не хочет ездить на маленькой машине, она не соответствует ему внутреннему миру. А тебе нравится твоя машина? Моя машина, да, мне нравится. А почему? Потому что она хорошая. Потому что она хорошая. Она недорогая, она быстро едет, и черт возьми, она такая красивая. Как ты думаешь, считает ли Антон себя идиотом? Идиотом? Антон считает себя лидером группы. Интересный вопрос. Мне кажется, да, он себя однозначно считает лидером группы. Иногда он все даже примеряет это облачение. А в любом случае, мне кажется, это как-то косвенно касается всех. Каждый может выступить лидером в какой-то определенный момент. А как ты думаешь, а может быть в группе несколько лидеров? Это вообще возможно? У меня вообще кажется, вся структура, в которой мы состоим, она состоит из лидеров, только в определенных своих направленностях. Еще потом уже состоит команда. То есть кто-то сильный в каких-то таких убеждениях, кто-то в таких, кто-то в таких, каких-то таких убеждениях, кто-то в таких, кто-то в таких. Тут же всем известно, что Никита в турах смотрит дофига фильмов. Ты случайно не знаешь, какой его любимый? Ну так, может посоветовать кому? И по сути, даже не знаю, какой у него любимый фильм. Но я давно начал замечать, что Никита уже живет сам в фильме. Поэтому, мне кажется, его любимый фильм – это все, что происходит вокруг него. Он часто применяет роли, фразы, даже целые, так скажем, сюжеты из фильма в реальной жизни. Да ничего страшного. Расскажи еще что-нибудь. Расскажи, почему? Ну что он делает? Как это проявляется? Я просто не понимаю. Ну и что, что он вегетарианец? Я тоже вегетарианка, и что с этого? Нет, я не договорил. Я говорю, что некоторые, некоторые, я по пунктам иду. Думаешь, это неинтересно, да? Ну ладно, хорошо, пока. Интересно, интересно. Ну, я думаю, что предложение следует. Пока. Пока.